Кстати, если кто-то там кричит на Артема, что у него ужасная графика, то я советую всем посмотреть мою версию этой версии. Да, я скину внизу тогда ссылочку еще. Это просто жесть. Всем привет, друзья, с вами Артем Крафт, и мы играем в танки в World Thunder. И сейчас у нас будет совместная игра, для меня это интересный опыт, и играю я с Терролом. Террол? Да, он же нагибатор XXX66, я никогда правильно свой ник не выговорю. Я просто тебя жду, тут ребята поехали с российскими флагами, но я так понимаю, у тебя же украинский флаг, так что это не ты. Ну, не только украинский. Ну да, не только украинский, я не знаю, насколько это, блин, корректно, честно говоря. Ты появился? Нет, черт побери. Ну не, понимаешь, просто не все поймут, что ты троллишь, что у тебя на танке и фашистский, и немецкий флаг, и украинский. Ты подумаешь, что ты слишком агрессивен, и тебя будут стрелять в свои же. Как ты думаешь, нет? Нет, на самом деле я не тролли, Артем. Я уважаю немцев, они очень хороший народ. И у них очень хорошие футболисты. А я появился не знаю где. Ну, основная специализация, это же не летсплеи, это же стоящий продукт. Вот и все, я помер. Это был стоящий продукт. Меня пытаются убить. Слышишь? Они хотят меня убить, чувак. Здесь все хотят тебя убить. Блин, они уничтожили меня на танке. Ну так они же реалистичные. Они же по-настоящему существовали. А в танках такое есть? В танках не знаю, но в меня просто садят из каких-то пулеметов, нещадно. Я нещадно давлю кусты в этих джунглях. Я-то имею в виду, что мы... Тут дело касается Второй мировой войны, а не футбола. Ну да ладно. А что, во время Второй мировой войны не было футбола? Нет, почему? Я же знаю историю про Киевское Динамо. Все знают историю про Киевское Динамо и... Это там, где был Безруков? Что это такое? Я не знаю. Есть какой-то фильм, где там советские футболисты играли с немцами во время Второй мировой войны. Точнее, не футболисты, а, насколько я помню, либо военнопленные, либо что-то вроде этого. Ну так это же по реальным событиям. Действительно. Ну да, да. Я тут просто задумался. А, да. И как? Рассматриваю свой замечательный ржавый танк. Да, у тебя-то ты же украсил свой танк, у тебя он там преображается. А, ты меня пригласил, ну ладно. Стоп, стоп, стоп. Нет, ты успел выйти со своего звена? Я не знаю, давай уже. Приглашает вас свое. Хорошо, я согласен в твое. Вы уже состоите в звене. В каком? Нет, не выходи, превоси меня. Я тебя умоляю. Иначе это никогда не закончится. Практически. Я даже уничтожил, уничтожил вражеский танк. Я молодец. Давай, похвали меня. Ну что ж, ты, кажется, поднялся на вершины рейтинговой таблицы, хотя нет. Так что, хвалить тебя не нужно. Подожди, я в самом низу. А, нет, ты в самом низу, я серьезно. Да, это я, но ты все равно. Но тебе, тебе простительно, как говорится, молодость зелена. Ты же еще непристреленный боец. Мне дают очень полезные советы. Опасайтесь бортовых стрелков-бомбардировщиков. Мне кажется, сейчас еще нет бомбардировщиков. Или вот, например, петля Нестерова поможет вам зайти в хвост сопернику. Я сейчас на танке буду проворачивать петлю Нестерова. Мне кажется, самое время зайти в гугл и прочитать, что такое. А ты не знаешь, что такое петля Нестерова? Нет, не знаю, честно. Это авиационный элемент пилотирования. Когда самолет не бочку делает, а петлю Нестерова, как тебе объяснить? Зайди в гугл, посмотри. Ну вот, я же говорю, нужно зайти в гугл и все это посмотреть. Окей. То есть прямо сейчас мы не будем сражаться? Мы что, всегда пришли сражаться? Я думал, мы будем с помощью этой игры получить образование историческое. Ты считаешь, что нужно в школах ввести такой предмет, как War Thunder Танки? Я считаю, что школу нужно отменить и постоянно всем ученикам играть в War Thunder. В лучшую игру. Гайджин Энтертеймент. Заплатите нам, пожалуйста. Да, товарищи из Гайджин, мы так любим вас. Давайте нам бабла. Это все шутки, ребята, нужно учиться в школе. Я думал, что типа от Гайджин нам не нужны деньги, но нет. Нет, это не шутки. Все серьезно в этом плане. А почему здесь две кнопки в бой? Это чтобы... Чтобы ты всегда нажимал в бой, мне кажется. Почему наши союзники пытаются насиловать вражеские танки? Я сейчас наблюдаю картину. Здесь под мостом просто взял на дыбы, поставил его на задницу и стоит так. Слушай, я не могу это никак прокомментировать. Я, кстати, тебя видел. Ты в 150 метрах от меня был. Но, по-моему, ты умер, да? Нет, я еще жив. Я пытаюсь выстрелить по врагу, но наши танки его с собой доблестно прикрывают. И все, он помер. А ты? А я жив. Хорошо. Просто я тебя не вижу, видимо, за кустами. В общем-то, здесь есть донат. То есть вы можете потратить свои собственные деньги, личные, кровно заработанные, на виртуальных орлов. И покупать себе различные ништяки за этих орлов, покупать премиум аккаунт, получать больше опыта. В общем, быть реально крутым перцем. Также орлов можно получать, просто обменивая на них львов. Львы – это, грубо говоря, опыт, ну, вознаграждение, которое вы получаете за участие в боях. То есть, когда вы побеждаете, вы получаете больше львов. Когда проигрываете, вы все равно получаете львов, но немного поменьше. Также здесь есть такой параметр, как исследование. И вы можете, вот, например, сейчас у нас есть возможность исследовать самолет, можно исследовать танк. Также, участвуя в боях, вы получаете очки исследования и постепенно исследуете боевую технику, либо какие-то апгрейды для этой боевой техники. Но можно, соответственно, очки исследования получить, обменяв их на орлов. Соответственно, вот мы можем сейчас прямо исследовать танк. Не ждать долго и упорно, а потратить 32 орла, конвертировать и сразу же исследовать танк БТ-7. Чем мы, собственно, сейчас и займемся. Давайте нажмем «Конвертировать». Да, это будет стоить 32 орла. И мы получили танк БТ-7. Я это сделал для наглядности. Я не знаю, правильно ли я вообще совершил покупку. Как ты думаешь, правильно, что я потратил целых 32 орла? Я думаю, там дичайшая пищевая цепочка. Львов меняют на орлов. Мне кажется, здесь что-то... Подожди, я орлов отдал за исследование. Я не знаю, где вообще такой курс. Вроде как, знаешь, английские ученые, они же там... На какую глубину ныряют утки, там проверяют всякую такую хрень. На какую глубину львов ныряют орлы. Да-да-да. Зато теперь у меня есть новый танк. Я возьму сейчас экипаж и поменяю на танк. Подожди, один из самолетов своих. А еще вы можете орлов менять на различные внешние украшения. Здесь какие-то есть эмблемы по 200 орлов. Пока здесь почти все закрыто. Я думаю, это потому что бета-тест. Но обещает быть очень интересным. Ну, я просто еще туда не заходил. Я обязательно зайду. Ты смотри, чем дольше ты держишь какую-нибудь точку, тем, собственно, больше у твоей команды очков им начисляются. Да, я верю. И у меня сейчас напряженный момент. У меня очень носит мою пушку. Блин. Ты погиб. Да, я погиб, потому что, действительно, когда во время движения пушку очень сильно разбрасывают. Ну да, верю. Но, кстати, наш враг практически повержен, я тебе хочу сказать. Знаешь, я как-то ездил в Архангельск. Причем это реальная история. Я ездил в Архангельск, и там такси стоят по всему городу. На танки? Нет, нет, нет. Неважно, у нас был таксист, в общем, а такси стоят 50 или 60 рублей. Ну, на ваши деньги. Ну, короче, это полтора доллара, да, сейчас? То есть полтора доллара можно на такси ездить куда хочешь. Неважно, и таксиста, с которым мы ехали, он рассказывал душесчипательную историю, что у него какой-то школьник угнал аккаунт World of Tanks. И он, этот таксист, обращался в отдел КА, и ему вернули, в общем, его аккаунт через две недели. Вот. Я подумал, что зачем воровать аккаунт, если все равно нельзя вроде как танки передавать друг другу. Ну, вот, играйте в War Thunder, друзья, здесь не воруют аккаунты. Информация не проверяется. 140%, 140%. Да. А, думаешь, не воруют все-таки? Мне кажется, что... Ну, здесь все на все бета-тест. Я думаю, еще не ввели функцию угона аккаунта. А, думаешь? Я думаю, это потом за Орлы будут продавать какую-то. Пытаюсь защитить нашу обитель. Ой, подожди, у меня экипаж вывезен из строя. У меня, видимо, все умерли в танке. Я даже не заметил. Я перевернулся. Ладно. А ты где, на какую-то точку едешь? Я перевернулся. Ты этим все скажешь. Ты знаешь, я просто... А, ты прямо на респауне внизу перевернулся, я вижу. Слушай, а очки опыта я тоже могу купить за львов, я так понимаю, ведь? Я ведь тебе уже говорил, я не маркетолог в этой игре. Но вы обязательно поиграйте в эту игру. Ты не маркетолог, но продать ты можешь все, что угодно, да? Давай, ну ты нажал, готов? Нет, я пытался проверить твою гипотезу насчет покупки опыта за львов. Ну как? Ну я просто два раза клацнул, выключил и все. Понятно. Почему я наложу чужой танк? Он весь, ну, красный для меня. То есть нету зеленой подсветки. Куда бы я на него не навел? Это, мне кажется, какое-то читерство. Ты переключи... А, да, действительно, здесь есть несколько видов боеприпасов. Да, переключи боеприпасы на двойку и сможешь пробивать насквозь танки. Давай попробуем вместе, может быть, поехать и кого-нибудь уничтожить. Ты где? Ну мы с тобой, скорее всего... А, нет, я теперь возродился... Мы с тобой поменялись респами. А? С чем бы это связано? Казалось бы, в одном звене. Но нет. Заметь, что мы еще и выигрываем. Ты нажал, готово, да? Нет, я так понимаю, опыт получается. Опыт здесь, походу, влияет только на то, какие соперники будут вместе с тобой играть. Ну, нет. Опыт влияет, это что? Нет, опыт твоего экипажа, он влияет на ходовые характеристики. Ну, вообще, на характеристики танка. То есть, насколько у тебя он быстро чинится, насколько хорошо ты перезаряжаешься быстро, насколько ты там... ну, управляемость танка у тебя лучше становится. Вот видите, какая хорошая игра War Thunder? Обязательно поиграйте в War Thunder. Ссылочка внизу. Ссылка в описании. Ну ладно, прикольная игра, что ты? Давай, нажимай в бой. Так. Отличные текстуры камня. Хорошо. Судя по всему, ты уже загрузился, да? А, что, первый раз быстрее, чем ты? Это успех. Да. Так что, обязательно посмотрите мой ролик, у меня быстрее прошла загрузка. Но я тебя сейчас удивлю, я уже проехал полкарты. А, нет, ты находишься в самом углу, я вижу. Да, мы поехали в угол там с чуваком каким-то. Ну, опять-таки, у нас совместная отличная тактическая игра. Ты опять внизу, да почему, почему, как выбрать? Может быть, мы можем все-таки выбрать, на каких точках нам появляться? Ну, я пытался это сделать, клацал. Ну, насколько я понимаю, мне кажется, в Star Conflict'е, там такая же система, как и в Battlefield'е, там есть несколько точек, ты просто клацаешь по ним. Ну, да, да, да. А вот здесь такого нет. Но, может быть, это все из-за того, что бета-тест только они недавно начали. Им сейчас, наверное, главнее обкатать технику. Ну, и мне кажется, главнее сейчас обкатать кошельки. Ну, тоже. Нет, как бы, сейчас наверняка, кстати, люди уже дико начинают донатить, покупать всякие крутые танки. Да, Весь? Да, я надеюсь, наши зрители тоже будут донатить. А тебе-то что-то? А, ты же буркер, я буркетолог, да? Ну, если зрители будут донатить. Так, стоп, это друг или враг? Ой, это враг, он по мне стреляет. А почему? А вот этот поворот. А почему он? Никак не был подсвечен ничем вообще. Как же он в меня попал-то? Эй, как в меня попали? Я задаюсь деметрально противоположным вопросом, как мне попасть в кого-то. Да, ну так поучись у того парня, который меня только что-то завалил. Звучит как-то... Я думал, у того парня, который угнал аккаунт World of Tanks. Нет, у нихрена. Слушай, у меня какой-то новый танк. Выглядит кайфово. Я думаю, на моей замечательной графике все выглядит кайфово. Вот, я наконец-то кого-то увидел. Можешь ко мне зайти на канал и посмотреть. Ну, я думаю... По карте ты видишь, кстати, по карте там зелененькая полоска такая. Она обозначает, где твой союзник. Я вот еду по дороге сейчас между двумя господами. Да, вижу, вижу. А как мне, интересно, сбоку-то упасть? О, все, получается. Что ты там делаешь, как черепаха? То есть, если тебя перевернуть на спину, ты не можешь встать, как Бендер в Футураме? Нет, я лежал на боку просто. И ехал одной гусеницей вперед. Как ты считаешь, физика хороша здесь? Физика лучше, чем в жизни. Почему? Потому что танк можно перевернуть обратно? Да. Я думаю, в реальной жизни это было бы проблематично. А здесь? Здесь все отлично. Согласен. Грузишься? Сейчас мы попробуем еще раз поиграть. А на этом, я думаю, что это видео мы закончим. И в следующем видео уже будем работать как одна команда. Окей? Может быть. Может быть, мы постараемся. Да, с вами были Артем Крафт и Террел. Увидимся. Пока. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok